Слава крымским татарам! Слушайте, если нападают с автоматами, начинают бить прикладами людей, это, мне кажется, перебор во вторую годовщину Майдана. В том, что сейчас происходит, сейчас будем разбираться. Хорошо? Немедленно разбираться, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Ростислав Павленко, заместитель главы администрации. Когда будет закон о свободной экономической зоне отменен, преступный и аморальный, когда перестанут воровать вон там, в этом здании, понимаете, рядом с вами сидящие, когда это будет прекращено? Народ выйдет еще раз. Если вы не понимаете, градус в обществе повысился до такой степени, что люди соберутся с автоматами и будут стрелять друг к другу украинцы. Реагируйте быстрее, понимаете? Быстрее. МВД звоните. Убирайте спецназ. Если вы не понимаете, завтра здесь миллион соберется, понимаете? Не потому, что я позвал, а потому, что людям надоело то, что творится в Украине. Сейчас, правда, нужно заниматься тем, что происходит, но я прошу вас выйти на звездок, чтобы мы в понедельник поговорили по довшим крокам. Добрый день. Дякую. Дорогие кримчане, мы с вами будем бороться до последней капли крови. Мы не даем ни президенту, ни уряду, ни парламенту против вас и ты. Бандуги! Кидать озброюных людей против активистов, которые выступают против, в данной ситуации это абсолютно недопустимо. Не с позиции силы надо, в первую очередь, разговаривать с крымскими татарами, которые устали просто ждать. Вместе с огромным количеством людей, живущих и в Крыму, под оккупационной властью, и в Украине, устали просто ждать конкретных каких-то решений или хотя бы оглашения, ну хоть минимальной какой-то стратегии по возвращению Крыма. Здравия, конфликты! СССР! Боговы защищаются! Что, снова стрелять будем, люди? Снова те самым! Хіба вас совісти нема, хлопці, одумайтесь! Ганьба! 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 Ссор! Ганьба! 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 Г Блокады Криму нужно 100% перекрывать, светло, полностью все обрезать. Потому что это просто татари, как в принципе, это наш братский народ. Они за нас были и за нас есть. А Кацап является Кацапом. Воно все життя лезло, куда не нужно, и так и будет лезти. То есть это империалистичная сволочь. Мы требуем всего лишь одного. Мы требуем полной энергетической блокады Крыма. Полной блокады Крыма для того, чтобы, как положено, оккупант, коли оккупировал территорию, самостоятельно справлялся с обеспечением данной территории. А еще самое большое наше требование, это то, чтобы Крым вернулся в состав Украины. И именно крымско-татарский народ больше всего содействует нам в этом. Мы говорили про моменты, связанные с товарной блокадой. Президент сказал, что он надает доручение уряду буквально в понедельник-вихторок принять решение, что до припинения торговли с оккупированным Крымом. Что касается электропостачания, завтра мы встречаемся с министром энергетики Демчишином. Мы говорим про то, что этот договор завершится термином выполнения. И мы говорим про то, что новый договор, если кто-то думает его укладать, он мает обовязково и напрямую быть связан с дотриманием права человека в темноте окупованных территориях. Если эти столбы упадут, ввиду там такой непогоды, дождя, если не будет проведено заземление, то могут пострадать люди. Мы с этим полностью согласны. И сейчас свяжемся с нашими содействиями там и попросим их, чтобы они позволили специалистам произвести вот тот объем работы, о которых мы говорили. Мы также обсуждали вопрос о том, что в дальнейшем все действия, которые будут делаться со стороны администрации правоохранительных органов, обязательно будут согласовываться с нами, со штабом, который там проводит вот эту блокаду. Украина! 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 Украина!